всем привет сегодня мой маршрут построен в край красного золота именно так в лунинецком районе называют клубнику а столицей это летние годы считается агрогородок дворец так что сегодня меня ждут приключения в настоящем клубничном королевстве поехали сегодня в проекте маршрут построен отведаю кофе в самой старинной почтовой станции беларуси окажусь на приеме королевы клубники послушаю какие песни сочиняют в честь этой сладкой ягоды узнаю о главных модных клубничных трендах попробую разгадать секрет необычного клубничного варенья а в конце маршрута увижу необычную инсталляцию в агрогородок дворец напрямую маршрутки из минска не ездят рекомендую вначале добраться до ближайшего крупного населенного пункта города лунинца расстояние от столицы 240 километров минимальное время в пути на поезде 3 часа 9 минут цена билета от 13 рублей стоимость проезда на маршрутке составе 25 рублей время в пути 4 часа 20 минут из лунинца в агрогородок дворец ежедневно ездят рейсовые автобусы цена билета 1 рубль 20 копеек время в пути в зависимости от остановок от 20 минут мой маршрут в агрогородок дворец проходил по близкой трассе м-1 а поскольку длинная дорога это дело утомительное я решила сделать остановку и выпить кофе в уникальной старинной почтовой станции в деревне нехачева на постоялом дворе в деревне нехачева в девятнадцатом веке останавливали съемщики чтобы сменить лошадей да и самим перекусить такой прототип современной заправки сегодня же здесь работает гостиный двор и предлагаю его рассмотреть подробнее почтовая станция нехачева была построена в 1840-х годах по проекту архитектора швейцарского происхождения луиджи русско состоял из небольшого отеля с трактиром конюшни ямской каретной это единственный подобного рода старинный комплекс сохранившиеся на белорусских землях почтовая станция нехачева была особенной тут были сделаны апартаменты для императорской семьи на случаях проезда по московско-варшавскому шоссе до нашего времени сохранились три старинных одноэтажных здания построенных в стиле позднего классицизма они соединены между собой арочными проездами ведущими в красивейший внутренний дворик современный гостиный двор в нехачева также предлагает своим гостям отдых и вкусный перекус или ароматный кофе да пить кофе в таком уютном стилизованном под старину дворике сплошное удовольствие тут тебе и кареты и цветущие палисадники и к слову здесь для туристов организована гостиница с очень яркими оригинальными номерами на этом современном постоялом дворе так уютно все так располагает к отдыху что правда хочется остаться но впереди покорение клубничной столицы агрогородка дворец поехали дворец уютный агрогородок в лунинецком районе брестской области с населением чуть более тысячи человек практически в каждом хозяйстве здесь выращивают клубнику а еще в честь этой ягоды в этом местечке ежегодно проходит фестиваль я живу во дворце так гордо заявляют местные жители и при этом ничуть не преувеличивают а то что это королевство клубники сомневаться не приходится вы только посмотрите какая красивая клубничная королева меня встречает здравствуйте очень рада с вами познакомиться здравствуй маша я давно слежу за проектом маршрут простроен и очень рада что наконец наши пути пересеклись добро пожаловать на импровизированную клубничную поляну нашего агрогородка а вот кстати почему считается дворец клубничной столицей посмотри на герб нашего городка на нем изображена клубника вот и ответ но с клубничкой понятно а что это за белый цветок на голубом фоне изображено редкое растение лобелия дортмана она занесена в красную книгу белоруссии произрастает в наших лунницких краях частности на белом озере а вот маша как ты думаешь почему клубника изображена именно на желтом фоне потому что у вас очень солнечный край желтый цвет на котором расположены ягоды символизирует достаток агрогородка а теперь я понимаю почему клубнику в ваших краях называют красным золотом а еще кстати наслышано что у вас есть ежегодный фестиваль лунинецкие клубницы который проходит в вашем дворце вот расскажите что входит в обязанности клубничной королевы я являюсь символом этого праздника открываю региональный праздник наш который называется лунинецкие клубницы на котором проходят выставки на нашем празднике можно попробовать много блюд здесь весело все танцуют для деток очень много игровых площадок так что приезжайте все к нам и очень рады всех видеть а еще маша у нас есть клубничный показ моды предлагают себе оценить креатив нашего местного дизайнера анны бондаренко к тому она еще и поэтесса повелеваю начать показ что проделась дива клубница прийти должна вода царица ручьями ее напоить теплым дождем щедро палить позвать весну в цветах сирени заполнить воздух птичьим пением ну а весна ей на любовь откроет тайну свою вновь как происходит сотворение под легкий шепот вдохновения ветрами вновь она подует над лесом спящим поколдует там семена свои развеет разбудит вновь лесную фею с нею они зверям и птицам дадут испеть чистой водицы в миг вся природа оживает ведь солнце землю нагревает и тут за горизонтом где-то цветах красою сходит лето лучами солнце щедро греет глядь уж клубника всюду рдеет и сыпит ягоду на блюдо и красит ярко людям губы и накорми всех наконец спешит свой сказочный дворец чтобы войти опять царицей на праздник ягодной клубницы Анна Петровна мне очень понравилась коллекция но что знаете еще больше меня зацепило то что она под стихи и все сочетается начиная от воды вот как зарождается клубничка а вода тепло лето и вот как это развитие уже приходит к самой клубнички как вам это пришло в голову ну во первых сами костюмы они вызывают восторг когда их делаешь и когда вот я подумала о том как же показать клубничку я поняла что ну а как без воды а как без вообще солнце без вот этих стихи и природы поэтому вот она как-то так все завязалось и вот эта любовь к самому образу она рождает и стихи еще тут сложного нет вот я вас даже просто дизайнером назвать не могу потому что вы устроили самый настоящий перформанс и наряды и стихи и все это между друг другом сочетается ну у нас вообще считается театр моды а теперь мне больше всего нравится делать какие-то сюжетные постановки и костюмированные поэтому все еще впереди участниками местного театра моды создано уже более 25 коллекций на самую разную тематику девушки также дефилируют клубничном параде который проходит в рамках фестиваля на фестивале луниницкие клубницы удивляют гостей не только показом мод но и музыкой луниницкие клубницы червониц в очах я не у нас тут на болессе особливый маю смак теперь понятно почему идет такая слава по всей стране фестиваля клубники в агрогородке дворец люди здесь живут талантливые жизнерадостная которая души дарит гостям свое гостеприимство прекрасное настроение и позитивные эмоции сергей песня класс такая веселая энергичная а кто ее придумал изначально песню написала андрей гурбанович но он сейчас покинул мир иной он более 600 песен написал слова но саму тему он написал и немножко музыку подкорректировал скажем на свой лад немножко что-то в общем изначально песня думалось как веселая шуточная песня тут из этого исходя у нас получилось а в аранжировщик и аранжировщик и исполнитель как бы да с музыкой я 35 лет стараемся разнопланово все петь то бишь народные то бишь что-то эстрадное молодежные даже включаем свой репертуар но и про клубничку символ этого края символ конечно символ нашего края это делась песня буквально за две ночи под веселую музыку в рамках фестиваля клубники работает поляна мастеров здесь выставляются оригинальные изделия народного творчества местные детишки показывают свои художественные работы нарисованы и конечно же на тему клубники столько разговоров про клубнику у меня уже разыгрался самый настоящий клубничный аппетит где же здесь попробовать эту вкусную летнюю ягоду в агроградке дворец находится самый большой беларуси оптовый рынок где продают клубнику так что все богатства с окрестных полей везут сюда за клубникой в дворец приезжают жители не только из самых разных уголков беларуси но и стран ближнего зарубежья потому что именно здесь клубничку можно купить по самой выгодной цене про покупателей за рубежа я не преувеличила дело в том что через дворец проходит международная автотрасса брест-брянск вы прям самого утра собираете клубнику конечно пол пятого пол пять я уже пенсионерка старый ниже 7 7 9 а есть вот какой-то совет для телезрителей которые вот приедут на рынок а чтобы выбрать клубничку как 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 выбрать самую вкусную ну можно попробовать дают люди попробовать попробовали ну а если продавец зажал попробовать лучше задуматься и не покупать да а ты тоже продаешь клубничку я подавалась землянику на баночка продала сложно продавать вкусные ягоды чтобы самому сдержаться и не слопать их слову у всех кто собирает эту ягоду красные руки местные поделились лайфхаком отмывается клубничная краска с рук легко лимонной кислотой клубничку я себе уже купила вот какие блюда готовят из этой летней ягоды сейчас узнаю в рамках фестиваля клубники в агрогородке дворец организовывается вкусная поляна местные хозяюшки предлагают гостям на выбор кулинарные лакомства из клубники морсы напитки и выпечку а вся история фестиваля включая рецепты необычных блюд хранится в библиотеке агрогородка дворец ирина вижу вашей библиотеке собрано много всего посвященного клубники маша да действительно клубника вдохновляет жителей деревни дворец на стихи песни интересные блюда вкусные блюда и это все творчество местных жителей есть у нас литературный конкурс накануне фестиваля лунецкие клубницы объявляется конкурс литературных произведений самым необычным произведением мы считаем веселые частушки которые нам прислали на этот конкурс а может быть есть у вас библиотеке книга под названием вот что-то вроде 500 блюд приготовленных из клубники вы знаете книги у нас еще такой нет но следующий фестиваль у нас юбилейный десятый мы обязательно соберем материал на эту книгу и и выпустим а пока у нас собираются рецепты блюд из клубники где и супы и салаты и и мед и шашлык все из клубники собирается супы и салаты да маша вы даже не представляете сколько всего интересного и вкусного готовится из клубники и мы будем собирать материал будем опрашивать местных жителей может быть бабушек которые знают интересные вкусные пироги а это самое вкусное а я думала из клубники готовят только варенье а вот кстати про варенье я вам рекомендую посетить центр народного творчества в агрогородке волька один там вы попробуете замечательное вкусное варенье ирина спасибо туда я прямо сейчас и направлюсь ольга федоровна какой вы приготовили шикарный стол мне так рекламировали ваше варенье что мне не терпится его попробовать расскажите в чем его особенность ах машенька особенность том что главный конечно ингредиент это клубника наша любимая но клубничка не только одна одна там еще что-то есть можете вот сразу взять ложечку пожалуйста и попробовать и угадайте что добавлено сюда вкус не не обычным вкусно одна ложечка мы не ограничимся давайте 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 ну 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 я не знаю но это очень вкусно это очень-очень это очень просто здесь изюм и полезно и вкусно правда очень и мы варим также варенье с черникой это тоже ты чего и клубничку клубника и черника совместе соединяется и готовить с такой варенье а вот это готовая ягодка свежая перетертая на блендере и очень даже вкусно с блинчиками и просто великолепно попробуйте до пробуйте ольга федоровна какие еще блюда готовят местные хозяйки с клубнички как наливка вот видите какая это наливочка из клубники вино делают вкусное потом пироги пекут с клубникой конечно сушеная клубника очень вкусно сушат клубнику и очень полезно и хорошо хранится замораживаем теперь уже мы клубнику перетираем сахаром вот можно добавлять разные ягоды можно добавлять и апельсин и лимон и но все что душе угодно и мне рассказывали что из клубники даже супы делают и салаты но почему же нельзя сделать салат салат ведь можно положить туда что-нибудь вкусненькое например грушу или яблоко правильно это будет салаты заправить его каким-нибудь вкусным сиропом и будет а супчик ну почему бы и нет ольга федоровна я знаю что вы активная участница фестиваля лунинецкие клубницы а еще вас отметили нагрудным знаком за вклад в развитие культуры беларуси вот расскажите про это подробнее ну да феврале это было для меня очень неожиданно эта награда конечно очень высокая единственная в нашем лунецком районе но хочется отметить что очень даже было торжественно потому что вручали это все министр культуры вручал и поэтому было очень торжественно а еще у меня есть награда премия президента республики беларусь вот это я получила в десятом году 2010 году за дрожжей не захований национальной традиционной культуры вось нашего региона за всеми разговорами и угощениями можно и забыть о том что дело происходит в музее и здесь интерес также представляют многие экспонаты ольга федоровна вашем музее огромное количество экспонатов и меня давно мучает этот вопрос вижу кровать и вот огромное количество подушек почему наши предки всегда их складывая там или горкой но в любом случае их там ну и да много для того какая была невеста богатая то столько было и подушек складывая ли а что ж вы думали это все измерялось и паху пуховыми подушками невеста должна была выходить замуж и чтобы было шесть подушек а как же это богатая при данной и третья ложилась сюда наверх это конечно при данные когда невеста замуж входила подушки выкупали дружки связывали в такую вот радюшечку туда ложили колбасу и бутылку горелки для выкупа и везли домой и уже когда приезжали домой мама хростная застилала постель для молодых и уже они шли спать и вот как чем больше подушек тем лучше это все статус невесты это богатство невесты а как же надо докупить себе да да надо 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 конечно надо маша надо чтобы хорошо спалось машенька можешь сама подушку сбить давайте пробу я тебя поучу вот так вот делай правильно давай вместе ты одну а я вторую вот нас мастер-класс берешь нет нет ни другой стороной вышивку мы не трогаем ее мять нельзя вышивка у нас святое вот так за рожки взяла вот так так теперь переворачивай вот так перевернула до бери рожки вот так вот так потом аккуратненько вот так уже не дави сильно а дальше вот так берешь за эту сторону за рожок один и здесь за рожок и в тот уголочек вот так смотри вот так вот так вот так и ставишь но очень даже красиво получилось давайте 5 команда да команда сто процентов вот кстати ковер тоже выбитый ручную серьезно это ручная работа такой да у нас мастериц такая есть деревне дочек не на владимировна вот она вот такая рукодельница наравне с пуховыми подушками ковры у наших предков являлись символом достатка поэтому их выставляли на самое видное место в доме а еще подушки часто служили своеобразным термосом сварили к примеру на ужин картошку завернули в ручник и поставили в подушки так еда сохраняла тепло для тех кто задерживался допоздна на работе в поле житель деревни ремель столинского района иван нагар создал на своем приусадебном участке из разных деталей машин мотоциклов станков для резки сена и соломы и другой техники много забавных композиций я приехала в очень необычный музей под открытым небом сказать что это впечатляет ничего не сказать хочется рассматривать каждый экспонат детально иван нагар прошлом от огонь щик и автомеханик выступал за команду ленинграда был членом сборной ссср мастером спорта так что любовь к транспорту на колесах сопровождает создатели музея давно а вот эта композиция из колесных дисков стала первой в этом необычном музее сверху выседает фигура гонщика выполненного из губки однажды во время урагана многометровая конструкция не выдержала напора ветра и упала но иван вернул ее на место и укрепил в этой инсталляции даже сложно подсчитать количество велосипедов которые использовали а вот что хотел сказать этим автор возможно судя потому что многих велосипедов скручены колеса что-то из серии будьте внимательны на дорогах в один ряд на музейной площадке выстроились черная волга белая лада старенькие москвичи ладу иван нагар когда-то подарил своей сестре марфи сегодня автомобиль уже не на ходу и поставлен на вечную стоянку москвич приобретен в давидгородке мотоколяску и другие транспортные средства некоторые знакомые предложили сами а вот эти сундуки на огромных днях когда-то принадлежали прабабушке ивана что она в них хранила история умалчивает в любом случае мне кажется что эти сундуки добавляют некой сказочности окружающему пространству по-своему интересной композиции из кастрюли сковородок барабанов от стиральных машин и привлекают внимание ворота изготовленные из лыж на этом мои приключения завершаются эта поездка получилась очень необычной интересной вкусным насыщенный не ищите повода оставаться дома а ищите повод для путешествий меня зовут маша богатырь я же с вами прощаюсь и до встречи на самых интересных маршрутах родной беларусь